Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире специальный выпуск новостей в студии Диас Махамбетов. И мы начинаем. В Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы. На главный государственный пост претендует шесть кандидатов. О проведении всеобщего голосования стало известно 1 сентября этого года во время выступления главы государства с ежегодным посланием. В этом же документе было предложено сократить максимальное количество президентских сроков с двух до одного и увеличить его с пяти до семи лет. Всего по республике сегодня открылся 10 101 участок для голосования. Еще 68 начинает работу в 53 странах ближнего и дальнего зарубежья. При решении территориальных избиркомов на 86 участках голосование началось в 6 часов утра по местному времени. Касым Жамар Тукаев проголосовал на внеочередных президентских выборах. Кандидат на главный государственный пост закинул бюллетень в урну на избирательном участке, который расположен в столичном дворце школьников. Напомним, Касым Жамар Тукаев в качестве кандидата в президенты выдвинула народная коалиция. Чтобы проголосовать на внеочередных выборах, кандидат Миром Кжикен прибыл на избирательный участок номер 113, расположенный в школе-лицее номер 66 Истаны. Он пришел на участок в сопровождении супруги и дочери. Его выдвинули к кандидатам в президенты от Сотружества профсоюзов Казахстана Амана. «Люди хотят перемен. Народ ждет перемен. Это я видел. Поэтому изменения должны уже начаться незамедлительно. Эти изменения должны быть очевидны. Реальные изменения. И социальные изменения, экономические, политические тоже. Поэтому я сегодня проголосовал за реформы. За настоящие реальные реформы. А вот кандидат от общенациональной и социал-демократической партии Нурлана Успаев проголосовал на выборах президента на участке в гостеатре танца «Нас» в Астане. Мы прошли все регионы, агитационные работы. Ну, настроение у нас хорошее. Сегодня я пришел на свой избирательный участок, как гражданин республики, исполнить свой гражданский долг, проголосовать. Наша команда провела огромные работы. Несколько часов назад свой выбор сделал и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он проголосовал на избирательном участке номер 111, расположенном в здании национальной библиотеки в столице. Клабака Абмина призвал всех казахстанцам принять участие на выборах. В сегодняшний день он покажет, как дальше в течение 7 лет будет развиваться наше государство, закладывает основы для этого. Поэтому очень важно, чтобы каждый гражданин пришел на свой избирательный участок и отдал свой голос за того кандидата, за которого он считает нужным. А спикер Мажелеса Ерлан Кушанов призвал казахстанцев сделать выбор за будущие страны. Он пришел проголосовать вместе со своей супругой. Сегодня я проголосовал за будущее нашей страны. Каждый гражданин, я думаю, должен проголосовать сегодня, отдать свой голос, сделать свой выбор. Выбор за свое будущее, за будущее своих детей, за будущее своих семей и своей страны. Туркестанская область лидирует по явке избирателей. Там проголосовало уже более 60%. Наименьшая активность на выборах отмечается в Алматинской области. Об этом рассказали в ЦИК. Сегодня весь день с нами на прямой связи из Центрозбиркома Даля Насипова. Она расскажет о последних данных. Даля, какая картина складывается по явке избирателей? Как ты отметил, Диаса в лидерах сейчас Туркестанская область. Там проголосовали 64,2% избирателей. В антилидерах Алматинская это 25,8% проголосовавших. Что касается городов, активнее всего сегодня голосуют шамкенцы. 34,4% на втором месте столица. К этому часу проголосовали 19,3% астанчан. И замыкает тройку Алматы с показателем в 16,9%. В общем по стране на 12 часов получили бюллетени 4,606,596 граждан. Что составляет 38,55% от числа включенных в списки для голосования. Также уже свои голоса отдали более половины жителей Ултавской области. Хорошие показатели в Каргантинской и Актюбинской областях. Там явка составила уже более 43%. Очередные данные представители ЦИК должны озвучить в 14.00. Я поделюсь ими в следующем выпуске. Студия. Спасибо за свежие данные, Даля. До встречи в следующем выпуске. В Алматы продолжается выборный процесс. Всего по городу работает 600 избирательных участков. По данным ЦИК явка в южной столице составила 16,9%. В пресс-центре продолжает работать наш корреспондент Максим Козлов. Он с нами на прямой связи. Максим, что говорят международные наблюдатели по поводу самого процесса? Максим? Я сприветствую. Международных наблюдателей в Алматы много. Их 43 человека. Они представляют как крупные международные организации, так и являются обычными людьми из других стран. Например, Ричард Вайт в Казахстане не первый год. Он отметил, что сам процесс выборов намного улучшился. В частности, благодаря развитию цифровизации и в других сферах. Также он отметил, что отношение казахстанцев изменилось к выборам в лучшую сторону, так как на участках, которые он посетил, он наблюдал различные возрастные группы людей. Стоит отметить, что, по его словам, в США, например, работа наблюдателя более ограничена. Там запрещено находиться внутри избирательного участка. За процессом можно наблюдать только снаружи. Отмечу, что Ричард Вайт сегодня посетил с утра 6 участков. До конца дня планирует увеличить эту цифру до 20. У меня было время задавать вопросы администраторов, наблюдателям. Пока не вижу никакие нарушения права. Процесс лучше сейчас, чем, например, 10 лет назад. Поэтому я вижу прогресс. Впереди у нас еще несколько брифингов, на которых мы узнаем о ходе выборов и обязательно вам расскажем. Диас, вам слово. Спасибо, Максим. С нами на прямой связи из пресс-центра ТИК был наш корреспондент Максим Козлов. А мы продолжаем выпуск. Жители Астаны также принимают активное участие в президентских выборах. Избирательные участки с самого раннего утра посетили как молодежь, так и люди пожилого возраста. Они отмечают, что неравнодушны к судьбе своей страны. Люди верят, что республику возглавит достойный президент. На столичном избирательном участке побывала Мира Альжанова. На столичном избирательном участке номер 113 сегодня наблюдается активная явка избирателей. Они говорят, что несмотря на входной день, пришли проголосовать прежде всего за светлое будущее нашей страны. Прежде чем проголосовать, посетители исполнили государственный гимн Казахстана. Самым первым свой выбор сделал 24-летний житель столицы Ирки Булан Карабаев. За это ему вручили подарок. Парень пришел со своей 70-летней бабушкой. Хотел вместе с бабушкой идти на выборы, поболеть, выбрать будущее Казахстана. Я верю в будущее Казахстана, молодежь, то, что наша страна войдет в топ-10 международных стран по всем сферам, которые можно вообще достичь. На пункт голосования прибыли и международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Ранее они наблюдали и за референдумом, который проходил в нашей стране в юне этого года. Миссия у нас работает на долгосрочной основе, с привлечением экспертов. Можем отметить чисто хорошую организацию работы. Вот на данном участке мы видели организационную подготовительную работу. По словам наблюдателей, сегодня они планируют побывать на более чем 20 избирательных участках. Уже сейчас отмечают высокий уровень организованности выборов. Своё заключение они сделают завтра, 21 ноября. Мира Альжанова, Даня Румар, Рина Тутеев, телеканал Алматы, Астана. Затем, как проходит голосование на избирательных участках города, с раннего утра следит наша съемочная группа. Сейчас в одном из пунктов для голосования в Бостон-Дыгском районе Алматы находится Дина Женобекова. Она готова поделиться подробностями. Дина, расскажи, какую явку демонстрируют избиратели? Диас, судя по количеству голосующих, избирательный процесс проходит очень активно. К примеру, на участке под номером 296, который расположился в школе номер 69, одной из первых проголосовала молодая девушка. Из более чем 1800 прикрепленных избирателей, около 10 впервые участвуют на выборах. К слову, на данный час свой голос отдали почти 300 жителей. По словам избирателей, голосование – важная часть их общественной жизни. Я считаю, что долг каждого – это принимать активное участие в жизнедеятельности страны. Поэтому я пришел сегодня голосовать. Это мой первый раз, когда я голосую. Я не уверен насчет всех, но близкие мне друзья, конечно, также принимают активное участие и голосуют тем, как мы исполнились уже в 18. Это наш долг, как любого крестанца – выбор будущего своей страны. Ростовники постоянно всегда ходят выбирать, даже не думают, чтобы не ходить. Ну, зачем? Это же недолго. А зато выбираешь будущее. Предусмотрели на участке условия для лиц с ограниченными возможностями. Есть специальная кабина, компьютер с наушниками для слабослышащих и аппарат Брайля. Если, к примеру, человек забыл удостоверение личности, но предоставил электронную версию, секретарь помогает распечатать подтверждающую справку. Напомню, голосование продлится до 8 вечера. Всю информацию можно получить на сайте election.gov.kz. На этом у меня все. Диас, вам слово. Да, Дина, видим, что в Бастандыкском районе очень высокая явка избирателей. Спасибо. Сегодня свой выбор сделали и знаменитые казахстанские певицы. Народная артистка Роза Рымбаева пришла на участок вместе с сыном Али Окаповым. Свой голос за будущего президента отдала и Луиза Обухова, пули известны как Луина. По их словам, каждый гражданин несет ответственность за будущее Казахстана. Потому эстрадные певицы призывают всех прийти на президентские выборы и отдать свой голос за кандидата, которого считают достойным. Участие каждого гражданина Казахстана это очень важен. И выбор каждого казахстанца тоже очень важен, потому что каждый себе выбирает достойного лидера государства. Я думаю, что самые сознательные люди будут участвовать и самого достойного выберут. Я считаю, что каждый проживающий здесь гражданин Казахстана должен прийти на выборы и проголосовать. Это так ответственно, и ты когда понимаешь, что от тебя тоже зависит наше будущее, будущее нашей страны, то, мне кажется, мы должны быть здесь сегодня с утра вот со всеми людьми. Это так приятно, так волнительно. И поэтому я всех призываю приходить на выборы, делать свой выбор и правильный выбор. И желаю всем, конечно же, мира и добра. Правопорядок на избирательных участках страны будут обеспечивать 20 тысяч полицейских. Это на 6 тысяч человек больше обычного суточного количества патрульных. Тражи порядка оснасят видеорегистраторами и дронами. По информации МВД, созданы группы информационного реагирования, которые обеспечат постоянный мониторинг СМИ, интернет-ресурсов и соцсетей для выявления и пресечения распространения фейков и оперативного опровержения. Сегодня же начали работу группы фиксации правонарушений, состоящей из криминалистов, которые будут применять средства фото- и видеозвукозаписи. Улицы и места голосования контролируются при помощи камер видеонаблюдения. Увидимся, уважаемые телезрители, в 16.00. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин